Я разрешаю вложить к этому видео в общий доступ. Спасибо. Какие из данных упражнений без линей? Это 1.55? Только первый пункт распишите. Вот, хорошо, вот такое вот отображение у нас есть. Давайте вспомним, что в самой последней лекции, которая у нас была буквально вчера, мы как раз про отображение говорили. Поставим буквку наверху, вот прямо после номера задачи, напишите F двойточие. И напишем, нет, F маленький, вот такой пускай будет. Значит, и напишем букву Х большое, так, стрелку, и букву У большое. Вот так. Что такое Х большое в нашем случае? В нашем случае Х большое это столбики, состоящие из чисел Х1, Х2, Х3. Давайте напишем, Х большое равно... Равно... Дальше поставьте фигурную скобку. Ну, хорошо, пусть это будет символизировать что-то здесь. Не, фигурную скобку. Нет, не квадратную, фигурную. Как вы раньше рисовали, она несколько волнистая. Ну, как в системах уравнения. Ладно, зайдет. Дальше после этой фигурной скобки поставьте высокую квадратную скобку и напишите столбик Х1, Х2, Х3. Дальше поставьте запятую и напишите, где Х1, Х2, Х3 любые числа. Так, и фигурную скобку закройте. Вот, теперь, что такое Х? Напишите, Х равно... То же самое... Х1, Х2, Х3... Квадратную скобку не забудьте закрыть. Где Х1, Х2, Х3 тоже любые числа. Зачем нужны фигурные скобки? Фигурными скобками обозначаются множество. Фигурная скобка – это признак множества. Значит, у нас первое множество – это множество столбиков Х1, Х2, Х3, где Х1, Х2, Х3 любые числа. Второе множество – это У, состоящие из столбиков У1, У2, Х3, где У1, У2, Х3 тоже любые числа. Возникает вопрос – Х и У у нас равны или нет? Ну, это мой вопрос. Это просто для того, чтобы у вас увеличилось количество понимания. – Скажите. – Что? – Скажите. – Громче, скажите. – Скажите. – Скажите. – Ну, вы вносите какой-то элемент сомнения, да, что... А вдруг, скажите, скорее всего, но оставляете до возможности и разъявить. Ну, смотрите, если мы берем любые числа, три штуки, какая разница? Мы обозначаем их Х1, Х2, Х3 или У1, Х3. Наверное, без разницы. Поэтому это одинаковое множество. То есть они состоят из одного и того же. Они состоят из столбцов, в которых написаны три произвольных числа. Вот, но у нас это обозначено по-разному, и какой-то большой беды в этом нет. Теперь, что дают нам эти формулы? Формулы показывают, как из столбика Х1, Х2, Х3 изготавливается столбик у1, у2, у3, который является образом столбика Х1, Х2, Х3. Значит, вот те знаки равно, которые там написаны, это, по сути, признак отображения. Точнее, это то, как отображение задано. Хорошо. То есть это шаблон действия. Это описание алгоритма того, как это отображение Ф действует на столбик Х1, Х2, Х3, давая столбик Х1, Х2, Х3. То есть переменная Х1, видите, она была в первой позиции в столбике. Она умножается на минус 7 и переходит в третью позицию. Переменная третья умножается на минус 6 и переходит на вторую позицию. Переменная Х2 умножается на 5 и переходит в первую позицию. Ну, вот такое небольшое перемешивание есть и умножение на коэффициенты есть. Надо проверить, будет ли отображение заданное таким правилом линейным. Давайте мы вспомним, какие два требования нужны для того, чтобы отображение было линейным. Пишите, они такие. И первое. Ф от... Нет, нет, Ф в столбочках. От В1. В1. Тут нету, но тем не менее. В1 плюс В2. Равняется. Ф от В1 плюс Ф от В2. Так, и второе требование. Ф от альфа В равняется альфа умножить на Ф от В2. Вот эти два требования нам надо проверить, будут они выполнены или нет, в нашем случае. Давайте поставим над ними вопросики. Так, что такое В1 и В2? Это векторы. В нашем случае это векторы из множества Х. Поэтому давайте напишем, В1, это столбик, равно столбик Х1, Х2, Х3. Так, теперь В2, это тоже столбик. Нет, нет, пониже сделать, чтобы поместился в столбик. Иначе будет не так. В2, это тоже столбик. Только в нем другие цифры могут быть. Поэтому Х1, Х2, Х3 давайте возьмем с волной. Х1, Х2, Х3 с волной. Так, теперь в правой части первой формулы стоит Ф от В1 и Ф от В2. Что такое Ф от В1? Давайте запишем, Ф от В1, это то, что получается, когда отображение Ф действует на столбик Х1, Х2, Х3. Это будут вот те ИГ-ки как раз. Видите, наверху написано? ИГ-1, ИГ-1. Вот пишем не сами ИГ-ки, а пишем то, что там написано. 5, Х2, минус 6, Х3, минус 7, Х1. Теперь Ф от В2. Пишем, что это такое. Это столбик. Вот то же самое, только над Хами надо поставить волну. Так, теперь давайте вычислим, вот в левую часть первой формулы стоит В1 плюс В2. Вычислим В1 плюс В2. Напишите, В1 плюс В2 равно... Ну, смотрите, вот что у нас в В1, покажите. В1, нет, В1, покажите. Нет, не Ф от В1, а В1. Вот оно, да. То есть В1 это столбик Х1, Х2, Х3. А В2 это столбик где он? Вот он. Если два таких столбика сложим, какой у нас толщина столбика? Что происходит, когда два столбика складим? К Х1 что прибавится? Х1 с волной. Х1 с волной, да. Давайте пишем, что это будет столбик. Х1 прибавит Х1 с волной. Волной, да. Так, вот только знак плюс, который у вас между В1 и плюс В2, там он какой-то же, кособочный. Вот так, да. И вот самый хитрый момент. Теперь надо буквку F применить к этой сумме. То есть написать F от В1 плюс В2. Напишите пониже, потому что можно было что-то помещать. Еще нигде. В1 плюс В2. Вот, смотрите. Вот на те формулы с Y наверху, слева, надо смотреть как на правило действия. И это правило действия надо применить к столбику, состоящему из Х1 плюс Х1 с волной, Х2 плюс Х2 с волной, Х3 плюс Х3 с волной. Значит, что делается, когда на такой столбик действует F? Значит, напишите равно сюда. И там, где вы написали, да, все правильно. Итак, поставим квадратную скобку. Ну, она у нас все время маленькая. Очень тесно получается. Так, вот смотрите, наверху что написано? 5Х2. То есть то, что было на втором месте, умножилось на 5. И попало на первое место. Что у нас на втором месте здесь стоит? В1 плюс В2. Громч, скажите, чтобы вот эта камера не услышала. Так, хорошо. Х2 плюс Х2 с волной. Значит, эта штука умножится на 5 и поместится на первое место. 5. Так, дальше. Минус 6 умножать на то, что было на третьем месте. А что было у нас на третьем месте? Да. Вот, мы посчитали, чему равна левая часть формулы. И мы посчитали, чему равны два слагаемых в правой части. Возникает вопрос, если вот эти два слагаемых, f от В1 и f от В2, сложить, то есть вот эти два столбика, которые показаны возле них, сложить, будет ли то же самое, что написано в последнем выражении? Давайте мы эту формулу напишем. Что получается? Вот тот столбик переписываем, вот который f от В1. Не, 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 само f от В1 не пишите, просто возьмите столбик оттуда. Geschichte. Субтитрыっていう вот, ость по intenсти улыбка, 血ит колеса. Субтитры Diseазы по Kontez. Теп interviewing. Пальности. Память снимет. Здравствуйте. Что巡 di Тимии? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И должно равняться вот этому. Давайте мы перепишем нижнюю. Так, равно или неравно? Ну, если посмотреть, подумать, а какие-то два слова мозга это почему-то. Вот что будет, если вы раскроете скобки в этих формулах, которые внизу? Ну, что получилось? 5x2 получится? Да. И плюс? Плюс. Так, хорошо. Теперь посмотрите наверху в столбиках, что у нас есть? 5x2 и 5x2 с волной. Если их сложить, то будет как раз то же самое, как если бы вы раскрыли скобки. Да. Так ведь? Да. То есть, ну хорошо, вот повернувшись с камеры, скажите, что все, я понял, я гарантирую, что тут равенство есть. Так, значит, мы проверили пункт 1, теперь надо проверить пункт 2. Берем и стираем все, что относится к пункту 1. Нет, цифру 2 можно и не ставить, но мы уже осознаем, что мы сейчас делаем второй пункт. Значит, надо выбрать вектор v. Давайте возьмем, что v это x1, x2, x3. Дальше, ну и там стоит α v, поэтому давайте умножим на α сразу, α v напишем, α v. Когда мы вектор умножаем на α, у нас получается α x1, α x2, α x3. Так, теперь, к этому α v применяется f, то есть то правило, которое написано наверху через y. Поэтому напишем, f от α v у нас будет, f от α v, нет, не от v, а f от α v. Равняется. Теперь смотрим, что говорит нам то верхнее правило. На первой позиции стоит 5x2, то есть то, что было на второй позиции, умножается на 5 и попадает в первую позицию, да? Значит, пишем скобку большую. Так, в первую позицию будет 5 умножить на то, что было во второй позиции. А что было у нас во второй позиции? Покажите. А где у нас, на что мы действуем? Посмотрите, f от α v. Значит, мы должны искать то, что было во второй позиции, α v. Где у нас α v? Вот. Что на второй позиции там? α x2. α x2. Альфа x2. Альфа x2. Мы пишем α x2. Хорошо. Дальше по аналогии я пишу минус 6 на то, что было в третьей позиции. Так, теперь с левой частью разобрались, теперь правая часть. Значит, здесь надо написать f от v. Если v у нас x1, x2, x3, то f от v это как раз вот те y. Поэтому пишем f от v равно. Так, и то что получилось. Получилось F от V, надо умножить на альфа, альфа F от V будет равняться. Можно сначала написать то, что есть, а потом снаружи поставить альфа впереди. Альфа умножить на вот этот столбик, который у вас выше, а потом уже расписать подробнее. Так, все почему-то потихонечку разбегаются в каким-то делах. А новенький ваш вообще ушел просто так. Играет музыка. 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 Так, будет это равенство выполнено или нет? Да. Ну, вот когда мы умножаем альфа на столбик, альфа заносится внутрь, да? будет туда добавляться, да, ну и если посмотреть налево, там тоже есть альфа, то есть скобки можно убрать, и увидим, что, по сути, одно и те же, но в каком месте добавится альфа, не важно, потому что, когда мы перемножаем, порядок со множителем, нам не волнует, то есть, поняли, что это равенство здесь? да, здесь можете в камеру для всех, гарантирую да, я гарантирую хорошо второе слое выполнено второе слое выполнено, но если два условия выполнены, то значит, что мы можем сказать? что данное отображение является линейным является линейным, да, значит, в случае этого отображения ответ положительный, но у нас еще есть несколько пунктов других давайте мы сейчас сотрем вот то, что здесь и записываем, давайте какой-нибудь еще пункт у нас будет ответ отрицательный и будет важно понять, почему ответ отрицательный вот такие формулы значит, в таком случае, поскольку у нас две переменные, да, то у нас будет вот здесь, вот подойдите к этим x большим и y большим значит, здесь убираете третью и для и и тоже убираете третью значит, и давайте сделаем проверку для какого-нибудь варианта, для условия 1 или для условия 2 ну, вот здесь, скорее всего, проще показать, что условие 2 не выполняется значит, давайте напишем условие 2 и вот альфа v равняется v умножить на альфа, да ну, обычно альфа пишут впереди, но можно так так выбираем v, это у нас будет вектор x1 x2 дальше вычисляем его произведение на альфа то есть умножаем на альфа альфа v это будет альфа x1 альфа x2 так, теперь к нему применяем правило f то есть вычитаем f от альфа v а правило написано наверху в виде y значит, на первую позицию будет столбик пишем столбик первая позиция будет 0 а вторая позиция будет умножением нижних позиций так, только подождите не x1, а не x2 посмотрите, у вас вот эти альфа v, какие позиции у нас скажите, альфа v где у нас вот, на первой позиции что у нас стоит альфа x1 а здесь альфа x2 значит, надо умножать и x1 x2 а альфа x1 умножить на альфа x2 умножить на альфа x2 нет, не так альфа x1 умножить на альфа x2 альфа x1, возьмите в скобки умножить на альфа x2 понятно почему, да? потому что вот то что написано наверху формулы с y это шаблон действия шаблон действия говорит, что надо первую позицию умножить на вторую позицию первая позиция у нас альфа x1 Вторая позиция у нас альфа x2 Вот, хорошо, это f от альфа v Теперь смотрим в правую часть Здесь сначала надо вычислить альфа v А альфа v это у нас буквально то, что написано наверху y1, y2 Значит пишем альфа v равно Нет, альфа v, извиняюсь, а f от v Это будет 0x сверху И x1 на x2 снизу Вот, теперь давайте посчитаем, что будет, если мы f от v умножим на альфа Пишем f от v умножить на альфа Равняется, вот этот столбик надо умножить на альфа 0x1, x2 Да, ну то есть вы уже сразу умножили и сразу внесли внутрь Ну и получилось вот такой столбик Давайте сравним его с f от альфа v Напишем, вот в первом случае у нас 0 альфа x1 Множим на альфа x2 Сколько это раскрылось А во втором случае 0 И еще альфа впереди Не надо писать снаружи, пусть будет уже как мы написали внутрь Вот, проверяем, совпадает это или нет 0 равно 0, это не вызывает сомнений, да? А вот по второй строчке что мы видим? Альфа у каждого, если их собрать вместе, будет альфа в квадрате А с правой стороны альфа в квадрате нет Может равняться две формулы, у которых в одной есть альфа в квадрате, а в другой нет Не может равняться Значит, ставим значок неравно И значит пункт 2, который у нас написано, там тоже ставим неравно И пишем, что пункт 2 не выполнен Пункт 2, или условие 2, не выполнено А раз условие одно из двух не выполнено Значит, мы не можем считать это отображение лениным Оно не ленинное Не ленинное